Автодор принимает Пермскую Парму. Довольно интересная борьба ожидается. Состав Саратовского клуба на ваших экранах. 11 человек и главный тренер Горди Хербет. Знакомьтесь, запомните этого канадского специалиста. Состав Пармы на ваших экранах. Вот тут как раз лиц знакомых гораздо больше. Тобственно, Хазис Макс Витис на ваших экранах. Начался матч. Парма в атаке и Адос Юшкевичу. С первой же атакой заканчивается набранными очками. Один из самых опытных баскетболистов в команде. Слышим мы Автодор, Автодор гонят свою команду вперед. Пока что хозяева никак не могут набрать очки. По второй минуте уже позади. Найд Мэйсон с мячом. Здесь неравноценный размен. И пользуется этим Мэйсон. И открывает счет набранным очкам Автодора в новом сезоне. Хорватский форвард не попадает. Парма в атаке. И два очка от Марокса Мэриса. Участник Асвендаун Контеста. Ну и помимо этого выступал он в университете за очень популярный университет Калифорнии в Лос-Анджелесе. И с мячом Маркел Старкс. Грюк Гордон хотел помочь за слоном. Но Старкс сказал ненужный. А сам разберусь. И отправляет Старкс мяч в корзину с сиреной. И на этом первая десятиминутка заканчивается. 22-19. В принципе, судя по счету, есть интрига. Команды стараются не отпускать друг друга. Парма отбилась. И вновь с мячом Роберт Джонсон пытается запутать Желька Шакича. Джонсон будет побыстрее. Сейчас он этим преимуществом в скорости пользуется. Поразил цели. Всего лишь минус два. Бен Мелогу с той же точки, что и Михайловский. Скидка на периметр. В итоге атака немножко затягивается. Вновь на периметр и на сей раз перехват. А Парма понимает, что спешить некуда. Лоренцо Уильямс. Еще одна шикарная передача. И энд вон. Смотрим еще раз. Все началось с блестящей передачи Лоренцо Уильямса. Ну а дальше скидка на Жука Ускаса. И тот забивает с фолом. Старкс. Такая саратовская ля-бомба. Не точно. И у Парма есть возможность сделать свое преимущество двузначным. И Лоренцо Уильямс с этой возможностью пользуется. Парма что придумает? Ну практически не было времени на атаку. И на этом первая половина матча заканчивается. 49-39. Парма впереди. И комфортное преимущество у гостей. Один из самых эффектных игроков. И в плане внешности. И в плане баскетбола. В единой лиге ВТБ. Сегодня у него 6 очков. Ну а это Нейт Мэйсон. Он является разыгрывающим защитником. Кому Мэйсона нет ни одной результативной передачи. Все-таки дирижером атак. Важна, важна в баскетболе всегда третья четверть. Всегда об этом говорят. Вот сейчас Константин Буланов забивает из луги. Ну что, может быть сейчас Автодору удастся организовать рывок. Немножко сократить разрыв. Нейт Мэйсон. Трехочковый. Очень вовремя. Две секунды. Ёшкевичу не дают бросать. И на этом третий. Десятиминутка заканчивается. Уже 18 очков разницы. Новички клуба. Пока что показывают далеко не свой лучший баскетбол. Лоренцо Уильямс. Выстрел за дуги. На сей раз точно с той же точки выстрелил Уильямс. Автодор мчится вперед. Минченко не смог завладеть мячом. Зафиксировать его. Роберт Джонсон абсолютно один в углу. Три очка. Отмечал Горди Керберт, что Старкс должен стать одним из лидеров команды. Третьим самым связующим, наверное, звеном между российскими игроками и легионерами. И у меня Юшкевича забивает издали. Ну а Автодор начинает этот сезон с поражения. С домашнего поражения. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Для вас эту игру комментировал я, Дмитрий Кольнов. Смотрите баскетбол. Субтитры сделал DimaTorzok